Ирина Панюкова. Почему народ не может отозвать всех депутатов Государственной Думы? Из-за их плохой и антинародной работы. Ведь как прописано было в законе, если депутат не справляется и не выполняет никакого наказа людей, то его можно отозвать. Или у нас сейчас вообще нет никаких прав? Ирина, если коротко, у вас сейчас вообще нет никаких прав. Формально существуют какие-то механизмы, существует проект закона, даже такого честного закона, который еще не принят, первое чтение прошло. Честного отзыва депутата, который не нравится своим избирателям. Непонятно, что делать. Ну, вы должны понимать, что вместо него встанет другой депутат, ну точно такой же близнец, который не будет нравиться своим депутатам. Проблема не в консерватории, как говорят. Проблема во власти. Такая власть. Пока это власть, никаких прав у общества, у граждан, у гражданского общества, которого тоже нет. Никаких прав нету. Это абсолютно управляемая структура, фиктивная структура, имитирующая парламентскую деятельность. И они очень хорошо это понимают. И просто каждым своим шагом, но особенно вот этими громкими заявлениями, демонстрируют абсолютное презрение к тем, кого мы с вами называем избирателями, к нам с вами. Они занимаются личным пиаром не для того, чтобы понравиться избирателям, а для того, чтобы понравиться окружению Путина, Путину самому. Попиариться скандальными заявлениями. Действительно, как в анекдоте, я все жду, когда кто-нибудь из них сообразит использовать этот анекдот. А, значит, вот как там было заседание Политбюро, не помню точно, почему-то там присутствует какой-то наблюдатель, и они решают, вот повысить жизненный уровень, снизить зарплату в пять раз, повысить цену в десять раз, еще что-то. Их кто-то вот пришедший спрашивает, а вы дустом не пробовали? Ну вот я жду, когда кто-нибудь из них предложит, ну, просто физически уничтожать людей, сокращать население, потому что оно не нужно. Циник какой-нибудь скажет, а зачем нам такое количество людей, зачем нам эмигранты? Чем меньше народа, тем лучше. Это уже произносится косвенно, вот, но еще не прямо, еще не так в лоб. Обслуживать трубу и добычу, добычу, извините, профессионализм надо использовать. Добычу ресурсов народу слишком много. Вполне достаточно, там, сорока миллионов. Тем более, что, кстати говоря, недавно я где-то, какое-то выступление было, человек говорил, вот, у нас плохо заселена страна, всего восемь человек, ну, в среднем на квадратный километр, и двадцать четыре человека на, ну, вот такую условную, говоря, жилую зону, без вечной мерзлоты. В Монголии три человека на квадратный километр. Так что, есть куда, так сказать, расти. Но там, правда, каменные пустыни, ну, а здесь не заселенные районы. Так что, ничего хорошего, пока эта власть распоряжается нами крепостными. Я не ожидаю от нее. Так что, пока эта власть распоряжается на земле. Существует... ... ...